Салют, братёнь! Ты на канале НЕ КАРАТЕ! Рад тебя приветствовать! Бокс не карате! Бокс это песня! В нём есть припевы и есть куплеты! Игра в ума, достоинства и чести! Стас подзадит тебя, боксёрские секреты! НЕ КАРАТЕ это о боксе. Чёткие прогнозы, конкретные выводы. Если любишь бокс так же, как люблю его я, обязательно подписывайся и друзьям рекомендуй. Вместе весело шагать по просторам. Всё, брат, пришла пора подводить итоги. Олимпийские игры закончены. Крайний поединок Джалула в Торос. Шикарная победа Узбека в моём телеграм-канале НЕ КАРАТЕ. Там ты можешь найти все поединки. Подписывайся, смотри, получай удовольствие. Касательно тех, кто любит азартные ставки, наши кореша из компании Паримач всем новым игрокам дарят приветственный бонус. Сто процентов от суммы первоначального депозита. Ссылка в первом закреплённом комментарии. Пользуйся, пока я такой добрый. Ну а касательно медального зачёта, выиграли кубинцы. Четыре золота, одна бронза. Итого пять медалей. Что хочется сказать. Кубинцы. Браво! Реально красавцы. Никто не подсуживал. Пластика, движение, красота бокса. Полностью согласен. Кубинцы молодцы. Вторая позиция. Грейт Бриттен. Англикане. Не могу за них порадоваться так же откровенно, как за кубинцев. Две золотых медали, две серебряных, две бронзы. Итого шесть медалей. Но им подсуживали. Сто процентов хочется сказать. Третья позиция. Россияне. Один золотой комплект, один серебряный, четыре бронзы. Итого шесть медалей. Собственно, четвёртая строчка Бразилия, пятая Турция, шестая Япония, седьмая Ирландия, восьмая Болгария, девятая Узбекистан. Джалолов, красавчик, принёс своей команде за золото Олимпийских игр в самом престижном весе. Побил Ричарда Торреса. Красавчик. Десятая строчка Штаты. Три серебра, одна бронза. Итого четыре медали. Это касательно командного зачёта. В моём телеграм-канале есть полный перечень. Можешь зайти и ознакомиться. А теперь мне хотелось бы каждого финалиста, каждого призёра отметить. И кое-что прокомментировать. Давай начнём с 52 килограмм. Собственно, Галал Ефай, Великобритания. Карло Паалам, Филиппины. Сакен Бибасынов, Ремей Танака. Не хватало поединков с Заировым. Ну, ты видел, там врачебный беспредел. Сняли по первому раунду. Здесь очень и очень спорный момент. Галал Ефай с Сакеном Бибасыновым бился. И Сакенчика опять-таки засудили. Вот такая история. Галал Ефай. Насколько эта победа сладкая для тебя? Большой-большой вопрос. Идём дальше. Весовая до 57. Мирозисбека Мирзохалилова засудили. И если бы он бился, был бы значительно интереснее. Но так как его сняли, обокрали, я не знаю, как сказать. Ну, там даже близким боем не пахнет. Если пересмотреть поединок с Уокером, он бился. Сколько апперкотов, сколько увесистых он навешал бегущему Уокеру. Это жуть, что такие поединки так можно судить. Ладно, идём дальше. Короче, золото. Альберт Батрогазиев, Россия. Дюк Реган, США, серебро. Лассара Альварес, Куба, третья позиция. И Сэмюль Токи, собственно, такая же третья бронзовая позиция. 63 килограмма. Энди Круз, Куба, вопросов нет. Кишон Дэвис, серебро. Аганес Бачков, Армения. Харрисон Гарсайт, Австралия. Без вопросов согласен полностью. Мужчина, до 69 килограмм. Бывшая казахская весовая. Ранель Аглесиас, Куба, 100% согласен. Пэт Маккормак, Великобритания. Очень слабо выступил в финальном поединке. Честно говоря, даже немножко разочаровал. Эден Уолш, Ирландия. Андрей Замковой. Это две бронзы. Так, мужчина, категория до 75. Здесь, конечно, было что-то с чем-то, когда Хижняк словил нокаут. Нокдаун или нокаут. Хрен его не знает. Тут очень все неоднозначно. Мог открыть рефери счет, не мог открыть рефери счет. Как случилось, так случилось. Все, что можно было сделать, неправильно. Хижняк сделал. Это мы уже говорили в обзоре. Третий раунд можно было спокойно, ровно отбоксировать. Ну, что ж теперь поделаешь. Опыт. Значит, первая позиция Суоза. Эберт Суоза. Бразилия. Вторая позиция Александр Хижняк. Серебро. Третья позиция Глеб Бокши. И Феликс Марсиаль Филиппины. Дальше идем. 81 килограмм. Арлен Лопес Куба. Вообще без вопросов. Бенджамин Уитекер Великобритания. Ну, здесь Имам Хатаев, мне кажется, излишне переживает. Ну, по факту я считаю, что Уитекер бой забрал. Так. Третья позиция. Имам Хатаев. И Лоран Альфонсо Домингес Азербайджан. Кубинского происхождения. Мужчина весовая до 91. Хулио Сазар Ля Круз Куба. Муслим Гаджим Магомедов. Дэвид Ника. Абнер Тешейра. Все по делу. 91 плюс. Джалолов. Торос. Кункабаев. И Фрейзер Кларк. Брат, хочется поблагодарить всех спортсменов, кто бился, старался и дарил нам качественный, красивый бокс. Главное, что все живы-здоровы. Напомню, чемпионат мира будет в октябре. Скорее всего, это Словения. Следующие Олимпийские игры ждать недолго. Три года осталось. Надеюсь, что все участники этих Олимпийских игр либо перейдут в профессионалы, либо наберутся еще больше опыта и покажут нам первоклассный бокс на следующих веселых стартах. Брат, не забудь поставить королевский лайк и до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok